Всем привет! Дядя Юра дает прогноз на матч 4-го тура Лиги Наций Шотландия-Чехия. Встречаются первая и вторая команды группы B2. Статистика команд. Шотландия в последних 10 своих матчах поровну играла на обе забьют да-нет и 7 раз на тотал больше. Шотландия не проигрывает в последних 7 матчах и последние 3 домашних матча отыграла на тотал меньше. Чехия в последних 10 своих матчах 8 раз играла на обе забьют да и 9 раз на тотал больше. Чехия выиграла последние 3 выезда и последние 4 матча отыграла на тотал больше. 6 из последних 10 своих матчей Чехия сыграла со счетом 2-1. Как видим, обе команды играют необычайно результативно в последних матчах и достаточно успешно. В предыдущем туре Шотландия минимально обыграла Словакию. Игра была примерно равной, но гости допустили одну грубую ошибку в обороне, которую и реализовали хозяева. Чехия выиграла в Израиле 2-1, при этом всего лишь один раз попавший в ствол ворот соперника. Все за гостей сделали хозяева, которые забили в свои ворота курьезный гол. По ходу игры Израиль не реализовал штук 5 убойных моментов. В игре первого круга Чехия вынуждена была играть в Шотландии новым составом по причине вспышки ковида в команде. Чехи сыграли хорошо, забили первыми гол, но победу удержать не смогли. Гости на опыте выровняли положение, потом заработали техничные пенальти и выстояли в концовке матча, когда Чехия устроила струм их ворот. Боки фаворитом ставят Чехов на этот матч. В общем, для этого особых предпосылок немного. Чехия в предыдущем матче в Израиле выглядела, мягко говоря, неубедительно и взяла 3 очка в какой-то мере случайно. Вряд ли команде Шилгавы во втором матче к ряду снова будет улыбаться удача во все 32 зуба. Чехи имеют длинную серию результативных матчей. Победитель этой игры резко увеличивает свои шансы на первое место в группе. По большому счету шотландцев устроит и ничья, которая оставит их лидерами в группе. Похоже, что игра должна получиться низовой и нулевой, а гости не должны бы выиграть. Чехия выиграла три последние выезда, и все они были на тотал больше, и обе забьют да. Из связки ставок тотал меньше, обе забьют нет, 1х. Самый высокий коэффициент стоит на обе забьют нет, 1.94. На тотал меньше 1.78, на 1х 1.65. Ставить на непроигрыш хозяев не очень интересно по причине низкого коэффициента и относительно высоких рисков. Ставка на обе забьют нет, в такой игре тоже сопряжена с высоким риском. А вот вариант с тотал меньше имеет и коэффициент неплохой, и хорошие предпосылки для захода. Но у вас может быть иное мнение на этот счет. На этом все, Детюра. Верю, что у вас все получится. Всем оптимизма и удачи. Будьте здоровы и болейте только за свою любимую команду. Субтитры сделал DimaTorzok